Вот такие участники будут. Какие у них шансы? Еще с утра Коза Роза беззаботно щипала травку, а уже сейчас ей нужно определить победителя следующего матча между ЦСКА и Акбарсом. За финальной серией плей-офф она следила вряд ли, но увидев перед собой два кочана капусты, тут же приняла решение. Ура, товарищи! Выбор сделал! Акбарс чемпион! Таких зоопредсказателей история спорта знает немало. На весь мир прославились и украинский хряк Фунтик, и немецкий осьминог по имени Пауль. И если первый частенько ошибался, то головоногий моллюск угадал 12 исходов из 14 матчей. А этого козленка зовут Борис. Он конкурент Розы за звание предсказателя чемпионата мира. И в отличие от коллеги, у него на следующий матч Акбарса свои взгляды. Мнения рогатых предсказателей разделились. Кто окажется прав, того и сделают главным оракулом мундиаля. И все же, почему именно козел? По мнению организаторов, это любимое животное татарского народа. Это животное, которое дает и молоко, и шерсть, и мясо, и может прокормить целую семью. Козленок Борис еще совсем молодой. Ему всего 5 месяцев. И прямо сейчас мы решили проверить, кто же, по его мнению, победит в матче открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией. Как видите, со своим выбором козел так и не определился. И, видимо, даже он не знает, каких сюрпризов можно ждать от сборной России. Роза или Борис? Кто станет главным предсказателем чемпионата мира по футболу, мы узнаем уже завтра. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань.